Встреча с Белоруссией Витебска 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 А другое дело, принимать от длиннейшего участия в ежедневной, постоянной работе с внешней системой. У вас очень сложная часть медицины, причем она будет всегда. Будем летать на вертолетах, будут рано. Будем перемещаться на необыкновенных воздушных мостах, будут рано. И в ИТУ, и на работе. И ваша роль в системе, которая должна с годами предложить новые способы лечения, и новую систему организации. И дать те результаты, на которые рассчитывает каждый человек, попадая в очень сложную ситуацию. Это очень страшно. Мне приятно, что эта конференция занимается практически ежегодной. Уходит ли у него сегодня, мы вспомним прекрасного человека, отдавшего многие годы своей жизнью травматологии и всю свою душу. Приходят другие люди. Это как дерево. И я желаю сегодняшней конференции стать такой очень яркой веткой этого дерева. И давайте с следующего дня мы будем думать о том, как мы встретимся через год. И с чем каждый из нас к этому придет. С какими научными результатами. С какими практическими результатами. И всем желаю, чтобы через год мы встретились здесь, как говорится, в чувстве глубокого удовлетворения. Желаю успеха в вашей работе. И передаю поздравления в час открытия этой конференции объектора и вектората нашего студента. Успеха в вашем каждом студенте. Спасибо. Спасибо, Виктор Тимофеевич. Слово предоставляется Петру Васильевичу Трушину, главному хирургу РЖД по Восточному отделению. Простите, у вас очень длинное название вашей должности. Но мы все знаем, что он замечательный специалист, хороший человек, а наш друг большой. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я бы позволю себе повторить, что в России есть три неизбежные вещи. Есть слово Россия, есть слово Кремль, есть слово ежегодная конференция травматолога, которая проходит в декабре. И слава Богу, что эта традиция поддерживается, и вот как Илья Тимофеевич сказал, она и будет ежегодно. Я надеюсь. Если раньше я говорил, и он дарился за то, что страна, которая принимает эту конференцию, теперь я говорю, я рад, что Российский северный дороги имеет возможность на всех поднимать на своей базе тот цвет Воронежской, и не только Воронежской, и Центральной Черноземной, и, не считая даже нашей Республики Беларусь. Я теперь имею возможность сравнивать, когда вот 20 лет мы с вами контактировали и знали, что в городе, что в районе, делают травматологи, что областная, что... Теперь я могу сравнить то, что делается в системе ЖЗ, я могу сравнить и сравнивать напрямую, как работают травматологи, скажем, в Израиле, и те люди, с которыми вы были, ну, я не буду, ну, поделить это в Советках, которые достигли там очень многого, и когда я не говорю, боже мой, вот, вот, и мне говорят, это благодаря тому, чему нас научили, мы научились в Воронеже, мы научились там, а оборудование, оснащение там, да, там этого всего полно, и там можно развивать то, чего ты умеешь. К сожалению, у нас не всегда нам позволит дается то, чего мы могли бы применить. Знания есть, а условия... Поэтому немалая роль в этом, вот, в том умении, что травматологи так подготовлены, так знают, и еще раз не теряют лицо даже за рубежом, это большая роль в том числе и в той же ежегодной конференции, к тому же непрерывному обучению, которое здесь было и будет всегда. Да, и поэтому, как вы сказали, Арберт Николаевич стоял, учимся, думаем, лечим, помогаем больным. И, в хорошем пожелании, дай Бог, чтобы еще раз мы извлекли из этой конференции то, что пригодится нам при спасении жизни и здоровья жителей Воронежской области и всей России. Спасибо. Спасибо, Петр Васильевич. Слово представляется президентом Ассоциации травматолог-портопедов Москвы, заведующему кафедрой травматологии и ортопедии Российского унисситета дружба народов, руководителю Центра депродизирования суставов ЦИТО, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктор медицинский наук, профессор Загородник Николай Васильевич. Уважаемые коллеги, большое спасибо вам за приглашение принять участие в работе этой конференции. Для меня это вторая конференция, я в прошлом году подъезжал и получил колоссальное удовольствие от встречи с вами, от выступления перед вами, от общения в целом. Мне очень понравился Воронеж, что, знаете, так получилось, что декабрь для меня стал очень насыщенным месяцем. Это третья пятница, когда я выезжаю в каком-то городе России. Первый был Самара, затем город Казань и Воронеж, третий город. Ну и четвертая пятница, это у меня будет в Вене. Тем не менее, я с большим удовольствием к вам приезжаю. Действительно, конференции проходят очень интересно, интенсивно. У нас 5-6 февраля в Москве будет проходить третий конгресс грамматологов-раппедов Москвы. Не так далеко до Москвы. Я всех вас, друзья, приглашаю принять участие. Участие абсолютно бесплатное. Это будет проходить в здании Академии наук Российской Федерации. Будет проходить два дня. Много будет интересного. Но все то новое, что происходит в нашей науке, я имею в виду травматологии и ортопедии, мы постараемся там на 7 дней. Будет работать три секции, три зала. Так что, я думаю, будет очень интересно и получительно. Я еще раз всех вас приглашаю. Время сейчас непростое. Время такое, я бы сказал, напряженное, в том числе и в области медицины. Вы знаете о том, что бюджет сейчас сверстывается в нашей стране. На здравоохранение денег будет меньше, чем то, что было выделено. Поэтому, конечно, в этих условиях работать будет непросто. Но, тем не менее, именно новые технологии, эффективные технологии, они помогут нам выйти из этого положения. И я думаю, что сегодня на конференции мы будем об этом говорить. Я не знаю, как в Воронежском здравоохранении проходит оптимизация здравоохранения. Может быть, она даже и не касалась вас. Я не знаю, это как. Каснулась, да? Но в Москве каснулась она очень сильно. У нас треть больниц закрыта, треть врачей, травматологов уволена. Я категорически был против этого. И, честно скажу, боюсь, что вот эта оптимизация здравоохранения, она закончится ничем. Наоборот, это будет еще ухудшение. Но мы, как говорится, в любых условиях остаемся врачами. Наш долг помогать больным. Мы это делаем. Я для сравнения скажу, что раньше, скажем, мы начинали работать на медицинской базе, в треть врачебной больнице. У нас оперативная активность была в 40% в травматологическом отделении. Сейчас оперативная активность в травматологическом отделении 90 дней. День 90 ходит у нас, как бы в нашем центре. День 20 операций мы выполняем. И работа очень интенсивная. Конечно, это для нас возлагает большую ответственность. Но тем не менее, тем не менее мы с этими справляемся, с этой нагрузкой. И благодаря тому, что действительно у нас недавние очень хорошие, много методики, благодаря тому, что работают городские врачи и капитальные сотрудники. Я вот здесь знаю, что профессор Самогай со своей капиталью тоже самое. Делает все возможное, чтобы работа наша всегда, как говорится, приносила удовольствие и хорошие исходы для наших пациентов. Еще раз, дорогие коллеги, поздравляю вас с началом этой конференции, с ежегодной конференции. Желаю всем крепкого здоровья, удачи. Ну и, конечно, на носу у нас Новый год. Навряд ли, может быть, до Нового года мы встретимся с вами, но хотелось бы вам поздравить в 2016 году еще больших успехов, хороших зарплат и крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Николай Васильевич. Уважаемые коллеги, давайте приступим к делу, начнем нашу конференцию, посвященную памяти Абберга Николаевича Ленингова. Субтитры создавал DimaTorzok